Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров U-Trade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 15 декабря 2016 года, четверг. Приветствую всех, кто выжил вчера в катаклизме, те, кто пребывает в радости, и те, кто в пессимизме, потому что, ну да, день вчера удался интересный, прежде всего, конечно, благодаря ставке ФРС, об этом чуть попозже, а давайте сначала посмотрим, как закончился вчерашний день для нашего рынка. Индекс ММВБ вчера составил 2229 пунктов, снижение минус 0,8%, индекс РТС минус 1,3%, 1148 пунктов. Рубль вчера ослабел к доллару на 1 рубль 42 копейки, сейчас на споте за него дают 62 рубля 2 копейки, за 1 евро дают на споте 65 рублей 25 копеек, рост евро составил 86 копеек. Итак, что вчера произошло, друзья? Вчера произошло неожиданное. Американцы оказались приличными людьми вчера. Они говорили о том, что они поднимут ставку, и в 22.00 они ставку подняли. Более того, по общепринятой норме первое движение должно быть укрепление доллара, и оно состоялось. Они не стали разворачивать, не стали обирать всех, дали всем заработать. Кто предвидел то, что ставка вырастет? Кстати говоря, я смотрю наш вчерашний опрос, который проводили вы сами, один из наших коллег организовал. Я вижу, что рост ставки на 0.25 предвидело 46% участников, а останется прежний 41%. То есть большинство все-таки, ну и другие ответы 6,4%. То есть большинство все-таки на E-Trade TV предвидело, что будет понятие 0.25. Я не в их числе, скажу откровенно. Для меня это несколько удивительно. В моем понимании мы наблюдали три удара молотком по голове в этом году. Первый раз мы увидели Brexit 23 июня, второй раз избрание Трампа, это ударили англичане себя по голове, второй раз избрание Трампа в США 8 ноября, и третий раз, вот 14 декабря, ФРС поднимает ставку, свою процентную ставку, из-за которой Клинтон, в частности, одна из причин и проиграла на выборах. То есть ничему жизнь не учит, но то, что для американской экономики импульс положительный сейчас, да, это день, два, три. Потом в конце декабря и начале января высокая ставка начнет влиять на американский бизнес. Вот смотрите, сейчас банки получают ФРС под 0,75, ну выдают там по 2, по 3, да, процента. А в Европе банки получают под 0 процентов и дают под 1-2 процента. То есть разница в два раза, в два раза выгоднее работать сейчас в Европе, чем в США. И это такая разница при такой низкой инфляции, меньше 2 процентов в развитых странах, она существенно сказывается на конкурентоспособности. Поэтому я, например, сегодня, мой взгляд на евро совершенно однозначно, да, конечно, сегодня евро, вчера, сегодня, может быть, еще несколько дней, мы обсудим, кстати говоря, как это можно ожидать, будет снижаться. По нефти, скорее всего, тоже будет снижение, потому что фактор ограничения уже отработал, а фактор ставки только что пришел к нам. Но в январе, я думаю, ситуация уже поменяется, потому что придет осознание того, что американскому бизнесу станет труднее, капитаны американского бизнеса начнут возмущаться, и с приходом Трампа это возмущение, в общем-то, будет нарастать. Посмотрим, что будет дальше, и как поведет себя Трамп, кстати говоря, в этой ситуации. От него тоже многое зависит, роль личности в истории никто не отменял, но на сегодня, давайте посмотрим на графики, мне кажется, тренд, сегодня сломать тренд в течение дня, во всяком случае, в течение нашей торговой сессии, вряд ли получится. Посмотрите, что вчера произошло, со вчерашнего дня, и вот до локального лоя, низшей точки 173 пипса. 173 пункта базисных мы прошли вниз, это серьезные деньги, кого-то вынесло, кто-то наоборот заработал, мы вчера слышали радостные очень воскли, такие радостные крики, ура, ура, я заработал много, супер, друзья, всех поздравляю, и да, конечно, пока евро смотрит вниз, входить в контртренд сегодня, ну нет, вряд ли, я во всяком случае пока не решусь, а с течением времени, может даже завтрашнего дня, уже будем эту тему обсуждать. Пока понятно, доллар растет по всем фронтам, по евро, по фунту, третий день снижается фунт, по иене, иена третий день снижается, по золоту, давайте подкроем график дневной, тоже третий день снижается, по серебру, третий день снижается серебро, доллар канадец, третий день растет доллар, швейцарский франк, второй день растет доллар по франку, Вчера и сегодня, естественно. Австралийский доллар и новозеландский доллар удивляют, друзья. Австралиец сегодня начал расти первым. И новозеландец тоже пытается отрасти сегодня. Вот дневной график. Опаньки, не понял. А, второй день снижается. Новозеландец, сори, я вас дезориентировал. Только австралиец демонстрирует чудеса смелости и отваги. Один австралиец на рынке растет против доллара. Все остальное падает. Ну, соответственно, понятно и наши дела. Обратите внимание, рубль ослабел вчера, но не вышел за пределы начала квартала. Пока мы по кварталу в плюсе. Впервые за много лет. Ну, давайте откроем дневной график. Ну, а дневной график, конечно, серьезный рост был. Скорее всего, рост доллара продолжится и сегодня. Рубль не исключение. Естественно, на рынке. Не в друзьях, как вчера в себе повела. Ну, конечно, тоже провалилась. Она и так снижалась в течение дня с уровня 55.80 до уровня 53.68. 66 даже в нижней отметке у меня получается. На доллар 93 не вчера присела. Ну, и пока я не вижу каких-то импульсов для ее роста. Си, понятно, подрос. Ри, понятно, подсел. Так, Си это часовой. Давайте поставим на дневной график, чтобы по дню, конечно, выглядит еще более впечатляюще. Ри подсел. Сбер вниз. Газпром вниз. ВТБ вниз. Роснефть. Роснефть вчера растет. Молодец. Ничего не могу сказать. На вот этой легенде о продаже, якобы продаже. Пока эта легенда не развеется, Роснефть будет расти. А может быть, до конца года всех затолкают. Я, кстати, думаю, что сегодня вряд ли затолкают фондовый рынок, потому что бонусы на 31 декабря отсечка. Все помнят и найдут причину подрасти. Лукойл некоторое снижение показал вчера. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какие у нас фундаментальные новости, как они могут повлиять на рынок. Ну, главную новость мы уже обсудили. ФРС США повысила базовую ставку, без сомнения. Сейчас это оказывает давление на все валюты, на нефть, на рубль, естественно, в том числе. Но думаю, что уже к концу декабря это давление будет снижаться. А сейчас зарабатываем на укреплении доллара. Относительно каких инструментов это вам решать. Но вот по австралийцу, обращая внимание, уже укрепление пока остановилось. Сегодня с утра, во всяком случае, австралиец растет. Следующая новость. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска своим советником по экономике. Основатель компании SpaceX, молодой, энергичный, амбициозный, много интересных идей. Критиковал, кстати, Трампа. Надо же, назначили советником по экономике. Но в то же время, пока в массовое производство его идеи не вошли. Да, это занимает годы, десятилетия, инновации, чтобы продвинуть, без сомнения. Но в то же время, как бы не хотелось бы, чтобы фантазер так... Ну, хотя нам-то с вами все равно, это не наша страна. Пока давайте остановимся на том, что интересное решение, посмотрим, что будет. Центробанк России назвал срок новой, цитирую, «невполне добровольной пенсионной реформы». Если социальный блок правительства согласится, она вступит в силу с 2019 года. В чем там суть? Что надо повышать пенсионные отчисления на накопительные пенсии. Их не выплачивают, но за их счет платят пенсии текущим пенсионерам. То есть, по сути, налог на выплату пенсии текущим пенсионерам будет вырастен. Ну вот, по законопроекту идея такая, что сейчас, значит, существенный рост будет, планируется до 6% отчисления на накопительные пенсии. И идут, они будут сверх уже, уже сверх обязательных отчислений в пенсионный фонд. Сейчас обсуждается вопрос о добровольности. Кто будет добровольно вообще давать деньги, еще 6%, а немеренные вообще какие-то объемы на пенсии текущим пенсионерам? Понимая прекрасно, что тебе это в будущем ничего. Потому что накопительная пенсия тебе в карман не идет, ни на счет не идет, никуда не идет. А просто вот текущим пенсионерам. По сути, это рост налоговой нагрузки на выплаты пенсии. Вообще нехорошо. Пенсионный фонд все больше выглядит, как финансовая пирамида. Все деньги, которые туда попадают, он использует для выплат текущим и привлекает новые. Бизнес, как таковой, теряет всякий смысл. Он сейчас не имеет из-за огромных налогов. А тогда, если еще плюс 6% к текущим налогообложению, да вы что? Это вообще катастрофа. Далее, друзья. Но пока это проект. И планируется, что если это будет, только с 2019 года. Поэтому 2018-2018 год, пока вроде бы, поработаем, как сейчас. Ну, соответственно, остальные новости уже не удивляет. Прочитаю только одну. Сбербанк уволит 8% сотрудников за год. Вот такие новости. Далее, друзья, события. Сегодня активный событийный день, друзья. Значит, я вижу, почему австралийца подрос. Хорошие новости были сегодня в 3.30. Я вижу, что доля экономически активного населения выросла на 0,2%. Правда, уровень безработицы повысился на 0,1%. Ну, как-то посчитаю, видимо, что это нормально, да? Вот. Ну, короче, вот так расценили. Новости были в 3.30 по Москве, по Австралии расценили. Видимо, положительно все это. Кто работает по Австралии, может нам рассказать подробнее. Там много этих индикаторов вышло. Что из них оказалось тяжелее, если кто-то работает по Австралии и расскажет, я буду с удовольствием сам послушал. Значит, сегодня в 11.30, друзья. Сегодня очень активный новостной день. Еще раз обращаю ваше внимание. На что особенно смотрим? В 11.30, друзья. Решение Центробанка Швейцарии по процентной ставке. Вчера ФРС, сегодня Швейцария. Было минус 0,75, ждут минус 0,75. Ну, тут как бы без комментариев даже не знаю. Неужели они погонят еще ниже? Или наоборот повышать будут? Сделают минус 0,5. Как бы тоже повысит на 0,25. Не знаю, не берусь даже судить. Будет сразу пресс-конференция Национального банка Швейцарии в 11.30 же по Москве. Но то, что сегодня движуха может быть и по этой ставке, тоже допускаю. На Америку все-таки смотрят. Мало ли что может быть. Также в 11.30 индекс деловой активности в производственном секторе. Далее, следующие новости у нас. В 15.00 озвучит число голосов за повышение ставки Банка Англии. Тоже такой важный показатель. И в 15.00 решение по процентной ставке. Само, за декабрь. Сейчас в Великобритании самая низкая в истории страны ставка. Процентная Банка Англии 0,25. Ждут 0,25. Но опять же смотрим на Америку. То есть в 11.30 и 15.00 смотрим две ставки. Вчера была у нас одна ставка. Сегодня сразу две. Швейцария и Банк Англии. И мало ли что, парни. Тут тоже, знаете, надо внимательно смотреть, не шутить с этим. В 16.30 традиционные американские новости. Общее число лиц, получающих пособие по безработице. Базовый индекс потребительских цен. Тоже двигает рынок. Ну, понятно, что основной индикатор здесь. Число первичных заявок на получение пособия по безработице. Было 258. Ждут 255. То есть тоже улучшение для американцев. Ждут сегодня по этим индикаторам. Потом также есть индексы производственной активности от ФРБ Филадельфии. И завершает день активный новостной в 18.30 выступление главы Банка Канады Полоза. Вот такие у нас новости. Будьте бдительны. Монета. Вчера монета у нас показала бай. Промахнулась два дня подряд. Промахнулась монета. Давайте мы отметим. Теперь у нас сегодняшний день. У нас 15 декабря. И монета нам показывает. Приготовились. Что показывает бай. Бай после обеда она нам показывает. По нефти бай. Нефть марки Брэнд конечно. Ну не знаю. Не знаю. Посмотрим будет ли бай после обеда. Разберемся. Значит. Далее друзья. Ну что. Давайте откроем рынок вместе. Посмотрим что будет на открытии. Некоторый рост нефти должен быть. Ну давайте зафиксируем это вместе. Поставим новую отметочку. Откуда мы стартуем. Все у нас уже отыграно. Давайте даже на минутном графике поставим. Чтобы было идеально точно. Вот так вот. Значит мы стартуем. 53.80 друзья. В моменте. Некоторый рост. По мировому рынку будет. До 54 ориентировочно. Ну и посмотрим. Двинем. Сможем ли мы двинуть дальше. Открыли даже с гэпом наверх. Что понятно и объяснимо. Монета не читала новостей. Пишет гость 77. Ей полета не хватило просто. Два сальта с переворотом. А получился один. Не. Ну коллеги. Монета показывает все таки 60% доходности за год. По правильных прогнозам за год. Поэтому вот два дня подряд не повезло. Посмотрим что сегодня. Она и сегодня кстати очень рискованный прогноз дает на покупку нефти. Я думаю и сегодня может пропереть между нами говоря. А что нефть остановилась у меня. Я не пойму. Что-то сломалось. Коллеги. У меня открылись с гэпом и все. И нефть остановилась. На сайте не идет трансляция. Как не идет трансляция. Вот Алексей. Вот я показываю картинку сайта. Вот идет трансляция. Вот сейчас я в кадре. Обновите. Нажмите F5. Алексей Штернкукер. Вот. Ну вот видите. Коллеги пишут. Александр Малышев. Все нормально. Евгений Бондаренко. У меня все показывает. Коллеги. Нажмите F5. Обновите браузер. Ну может быть где-то что-то подглючивает. Вот. А так я просто контролирую уже на втором мониторе. У меня все идет. Все, друзья. Ну что, сейчас мы разберемся, что у нас. Нет. Нет. Задергалось. Просто почему-то остановилось движение валюты и нефти. Ну вот сейчас в моменте 53.94. Ну в районе 54 по мировому рынку мы убьемся. Никаких резких прорывов. Каких-то там дальше дальнейших движений не произошло. Итак, друзья. Подводим итоги. Вчера ставка ФРС повышена на 0,25%. Сейчас она официально составляет до 0,75%. Это дает толчок доллару относительно всех финансовых инструментов. Вчера мы его уже увидели. Сегодня тренд может пойти, потому что, как говорят наши эксперты, тренд обычно как минимум сутки все-таки длится. Поэтому сегодня ставка на доллар. Каждый выбираете инструмент, относительно которого вы думаете, доллар пойдет активнее. Вот. Ну, тут уже посоветовать трудно. Единственное советую, не выбирайте австралийский доллар. По нему сегодня были хорошие новости с утра. И он растет, поэтому его продавать, наверное, пока не стоит. Также обращаю ваше внимание на сразу две процентные ставки сегодня. В 11.30 Швейцария и в 15.00 решение по процентной ставке в Великобритании. Другие новости важные тоже есть. Поэтому сегодня активный новостной день. Внимание. Работаем активно сегодня в эфире. Utrade TV не отключаем, потому что в любой момент может быть самое разное новостное изменение новостного фона. Всем удачи, друзья. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok